Наука и техника Что для нас, жителей Петербурга, полезнее? Жара или холод? На эти и другие вопросы сегодня в рамках этого эфира ответит заведующая лаборатория защитных механизмов клетки Института цитологии Российской Академии Наук, доктор биологических наук Ирина Гужова. Ирина Владимировна, приветствуем вас. Здравствуйте. И главный научный сотрудник той же лаборатории, доктор биологических наук Борис Маргулис. Борис Александрович, мы рады вас приветствовать здесь. Здравствуйте. Традиционно с эфиром нам помогают наши замечательные представители супергруппы Чашки Петри. Я передаю слово. Здравствуйте. Так, мы начали разговор немножко с температурой, но на самом деле, прежде чем перейти к вопросам о температуре тела и окружающей среды, наверное, стоит вспомнить, из чего вообще мы все состоим в основном. То есть из белков, как из нашего основного строительного материала. Что же это такое? Какую они роль играют? Ну да, Юля, вы совершенно правы. Как сказал классик, жизнь – это форма существования белковых тел. И по правде мы состоим из белков. То есть наши клетки состоят преимущественно из белков. И именно белки играют главную роль вообще вот в наших клетках. Вот если покажете первую картинку… Можно нам? Можно первую картинку? Друзья, я чуть позже буду готов что-то сделать. Дайте мне, пожалуйста, минуту, и я справлюсь. Ну так, каждая живая клетка, а мы состоим из клеток, которые состоят из белков, представляет собой довольно сложное образование. Вот из школьного курса мы знаем, что у клетки есть мембрана, цитоплазма и ядро. Но на самом деле ситуация гораздо сложнее. В клетке находится огромное количество органов, которые состоят из белков. И эти органы должны коммуницировать между собой. В клетке, в любой клетке происходит… Без картинки трудно, но ладно. В клетке, то есть каждая клетка продуцирует одновременно тоже большое количество белков для поддержания своей жизнедеятельности и для коммуникации с другими клетками. Для этого существует белоксинтезирующий аппарат. Но вот белки, которые в клетке существуют, они достаточно нежные. И существует огромное количество стимулов, которые могут нарушить вот это благоденствие. В результате стресса, теплового стресса, химического стресса, стресса, который приходит от окружающей среды, белки в клетке могут портиться. То есть для того, чтобы они функционировали нормально, они должны иметь свою правильную конформацию. Но мы же стресс испытываем практически постоянно. То есть стресс – это такая реакция на всё новое. Есть психологический стресс, а есть физический стресс, химический стресс. И мы сейчас говорим о химическом и физическом стрессе. Ирина Владимировна, скажи, пожалуйста, это не та картинка. Это не та, вот синенькая картинка с клеткой. Секунду. Одну секунду. Сейчас всё будет. Сейчас всё будет. Технические вопросы, знаете ли, они такие. Ничего страшного. Долго решаются, но зато потом, смотрите, как красиво. Это не она. И это снова не она. Красиво, но не она. Наши слушатели хотя бы из школьного курса примерно себе представляют, как выглядит клетка и основные её структуры. Ну да. И самое неприятное, что даже и стресса-то не надо для того, чтобы белки портились. То есть, когда мы стареем, все вот эти процессы, которые приводят к нарушению белковой информации, к нарушению их функции, они случаются у нас естественным путём. И для того, чтобы защищать клетку от подобного рода обстоятельств, необходима система какая-то клеточная. Она существует. Это называется защитная система клетки, которая состоит из двух компонентов. С одной стороны, это белки теплового шока, о которых мы сейчас поговорим. А с другой стороны, это система, которая выбирает мусор из клетки. Это называется протециональная система. И они очень хорошо коммуницируют, сообщаются между собой. И оставьте, ладно, уже клетку мы проехали, поэтому... Скажу свою правду, не обказал всё, что у меня есть. И, видимо, что-то у нас в почте. Да, я понимаю, что в почте. Но в почте это всё, что у меня есть. Окей, двигаемся дальше. Ну оставьте вот эту картинку. Пусть она будет. Ну так вот, и вот, если мы говорим про открытие, то есть когда вот случилось открытие белков теплового шока, то произошло это довольно давно, уже больше 50 лет назад в Италии. И вот человека, которого вы видите сейчас на экране, его зовут Перучи Ритосса, он является вообще отцом науки о белках теплового шока. Получилась эта ситуация достаточно курьёзно. Он был генетиком, был аспирантом в итальянском университете и занимался мушками дрозофилы. То есть мушки дрозофилы – это излюбленный объект генетиков в то время, потому что у них есть всего 4 хромосомы. Это вот те структуры, в которых заключён наш наследственный аппарат. Но зато эти хромосомы гигантские, они называются политенные хромосомы. И затем возникает ли экспрессия новых генов, можно следить по тому, как вот эти хромосомы расплетаются, вот как там нарисовано на картинке. То есть то место, где хромосома расплелась, это означает, что в этом месте, вот этот хроматин, он на этом хроматине начинает происходить синтез каких-то генов, синтез каких-то белков. И получилось так, что один раз он ушёл пообедать, и когда вернулся, выяснилось, что кто-то из его коллег повысил температуру в термостате. Но поскольку у него было плохо с публикациями, сроки уже поджимали, он всё равно рассмотрел политенные хромосомы этих мух и вдруг обнаружил удивительную вещь. Он увидел, что хромосома расплелась совсем не там, где она делала это раньше. Он удивился, что это произошло очень быстро. Он повторил этот опыт и увидел, что это действительно работает. А когда такие яркие вещи, когда такие яркие эффекты происходят в науке, это вообще, особенно в биологической науке, которая имеет много гитек, как известно, то это очень-очень-очень остро, и это понятно, что в этом месте надо развиваться, надо искать в этом же месте. Но вот он опубликовал эту историю и стал патриархом науки, которая в просторечии называется хит-шокология. Что такое хит-шокология? Это наука о белках теплового шока и их сопутствующих. То есть это достаточно большая наука, и довольно большое количество людей в мире ей занимается. Ну и когда он стал таким патриархом, его уже в последние годы его жизни приглашали на разные конференции, он ушел из науки, он стал скульптором. В общем, его все старались обласкать, и когда его приглашали на конференцию, заодно устраивали персональную выставку его скульптор. Он написал о своем открытии так, что мне тогда, когда я это увидела, было неважно, это реальность или это воображение. Это было как столкновение вообще поездов, которые происходят во время любви. И вот от этой любви родилась вот эта вся наука. То есть прошло 10 лет, когда открыли, собственно, материальную базу, сами эти белки. Это произошло в Канаде, в лаборатории Альфреда Тесье. А дальше эта наука началась развиваться очень-очень бурно. И уже в 1982 году собралась конференция в американской очень известной лаборатории, она называется Cold Spring Harbor Laboratory, и там происходит очень важная конференция. И вот конференция называлась «Белки теплового шока от бактерий до человека». А в нашей стране когда ими стали заниматься? Вот примерно тогда и начали, в начале 80-х годов начали появляться группы. Вот Борис Александрович, он как бы один из пионеров этой области. Я включилась в эту историю гораздо позднее. Вот, они тогда вот начинали, и тогда же, собственно, открыли вот ту самую интересную вещь, а можно вот картинку с желтыми клеточками, что вот эти белки, они обладают защитной функцией. То есть как это получили? Если клеточки немножечко поднагреть, то в них начинается синтез белков теплового шока, как вот здесь нарисовано. Стресс, может быть тепловой стресс, может быть оксидативный стресс, то есть когда очень много свободных радикалов кислорода в окружающей среде находится. Или это может быть какой-то химический стресс. И вот в результате этого стресса происходит нарушение конформации клеточных белков. Небольшое нарушение, и появляется синтез белков теплового шока. А на что влияет, да, на какую форму у нас белок упакован? Это что с ним происходит? Он перестаёт работать? Нет, он вечно... Нет, он вечно... Чтобы было понятно. В чём, собственно, проблема? Белки теплового шока в процессе всего этого дела стали называть шоперонами. Что такое шоперон? Вообще по французскому языке слово шоперон имеет два значения. Одно — это шоперон-люш, это «Красная шапочка», а другое — это пришло из куртуазных романов, где шопероном называли... Шопероном или шопероной по-русски называли даму, которая была наперстниц другой дамы, знатной дамы, которая помогала ей в разного рода делах, включая дела секретные и амурные. И, в общем, эти белки стали называть шоперонами. Почему шопероны? Потому что они работают либо как няньки, либо как мусорщики, либо как белки домашнего хозяйства в клетке. То есть они стараются делать так, ну, как бы это химия чисто, то есть они ничего не стараются, они ни о чём не думают, но чтобы клетка была жива, и для того, чтобы клетка была жива, все структуры этой клетки должны функционировать правильно. Понимаете, да? И, собственно, как бы, да, вот так это случилось. То есть когда в клетке много шоперонов, когда вот есть лёгкий стресс, в принципе, лёгкий стресс — это для нас полезно. А лёгкий — это как? Вся физиотерапия — это лёгкий стресс. И когда физкультура — это лёгкий стресс. Все эти вещи, они действительно полезны, потому что они приводят к тому, что, во-первых, синтезируются белки теплового шока, а, во-вторых, они высвобождаются в кровь. Это тоже вот открытие уже более недавнего времени. И уже на уровне организма они играют очень существенную регуляторную роль. Большей частью, как бы, задействованы в функционировании иммунной системы, защитной системы нашего организма. То есть это, в общем-то, очень-очень важные белки. И что вот важно, я с этого начала, что белки теплового шока и вот эти шопероны, они были открыты во всех организмах, включая бактерии. То есть они возникли на заре эволюции, на заре возникновения органического мира. И с тех пор, когда на Земле водились одни бактерии и до тех пор, пока появился человек, эта система не сильно изменилась. То есть эти белки для того, чтобы работать, они собираются в некоторые комплексы. И эти комплексы почти такие же, то есть состоят из тех же белков, из аналогов этих белков, очень похожих белков, которые были у бактерий. И у нас почти такая же система. То есть это очень древняя система. А если звезды зажигаются, это кому-то нужно. И в общем, слава богу, что она до нас дошла, и поэтому мы можем жить долго и счастливо. Я думаю, может быть, прежде чем мы перейдем к нашим, собственно, экспериментам и так далее, к нашим работам, я думаю, что все-таки нужно ответить на первый вопрос, температуру. Температуру тела, я думаю, считаю это себя обязанным ответить. Попытаться ответить, точнее. Я думаю, что, ну, многим известно, что есть холоднокровные, есть теплокровные животные, организмы, точнее, значит, к теплокровным организмам мы относимся и мы, и человек, и Homo sapiens. Что означает организм, теплокровный организм? Это означает, что у него, он имеет оболочку, кожу, скажем, и внутри кожи он, там имеется такой термостат, прибор, который поддерживает температуру определенную. Для чего это нужно? Это вопрос сложный, и он обсуждаемый, и, в частности, он нужен для того, чтобы не появлялись какие-то организмы, умирали, погибали бы какие-то организмы, микроорганизмы, которые вредны для нашего организма. Это первое. Вторая функция такой температуры, она должна, так сказать, ну, соответствовать работе всех, опять-таки, белков, всех клеток и так далее. И для клеток, уже так, в процессе эволюции, выяснилось, что эта температура оптимально оптимизирована для работы основной массы клеток. Ну, правда, имеется отличие. Внутри нашего организма есть клетки, которые могут жить при разных температурах. Например, клетки кожи, как известно, мы замерзаем, да, но клетки не умирают от этого. От того, что мы замерзаем, как ни странно, наши клетки эпидермиса, клетки кожи, они не умирают. Они могут жить при температурах от минус каких-то, от минусовых температур, очень сильно минусовых, до плюс, там, 50. И вот в этих пределах клетки не умирают. А основа нашей жизни, основа жизни нашего организма всего, это клетки. Это атомарный, так сказать, атом нашей жизни, атом организма. Вот. Потом, значит, конечно, встречается в организме, встречаются какие-то условия, это, как я говорил, это термостат, но это не только термостат. Термостат – это устройство, в котором поддерживается определенная температура. Там поддерживается определенное давление в организме, вот, которое соответствует, практически соответствует атмосферному, одна атмосфера. Там присутствует определенное количество кислорода, которое значительно снижено по отношению к атмосфере. Оно практически на порядок снижено. Там огромная концентрация CO2, двуглекислого углерода, CO2, это, как вот, вредный, так сказать, считается вредным газом, но внутри организма его концентрация достигает 5,5%, тогда как в наружном воздухе, которым мы дышим, концентрация CO2, она равна 0,05, 5 соток процента. Да, даже меньше иногда. То есть у нас внутрипорниковый эффект. Да, у нас мы наблюдаем, да, вполне. Ну вот, и в этих условиях клетки живут. Это оптимальные, оптимизированные условия, оптимизированные эволюции. Но бывают нарушения, конечно, которых вот немножко упомянула Ирина Владимировна. Нарушения когда бывают? Когда происходит воспалительный процесс, начинается, запускается. Благодаря микроорганизменному заражению или еще каким-то условиям. Благодаря действию ядов, благодаря вирусной инфекции и так далее и тому подобное. Таких, в принципе, таких вот поводов для начала срабатывания, так сказать, пирогенного, для пирогенного эффекта их достаточно много, к сожалению. А когда, например, повышается температура в силу того, что, ну, в организме происходит какое-то воспаление, да, и речь даже идет, может быть, не о месте воспаления, а температура всего тела повышается. Или когда мы попадаем, не знаю, в баню или просто на улице становится жарко. Вот реакция вот именно тепла, на вот это вот нагревание одна и та же или разные участвуют какие-то структуры? Разные. Дело в том, что клетка, сама клетка, а и весь организм, который собран, как я говорил, из клеток. Клетки разные там, конечно, они разных типов и так далее. Есть воспроизводимые клетки, есть ресурсы у нас, столовые клетки и так далее. Они живут все по-разному, конечно, безусловно. У каждой свои энергетические запасы, энергетические механизмы, дыхательные механизмы. Разные клетки по-разному дышат, оказывается. Вот. Они по-разному пластичные, они по-разному стрессируемые, они по-разному выдерживают всякие стрессорные факторы. Они очень разные, наши клетки. Немыслимо разные. Они очень различные. И реагируют на вот эти вот процессы по-разному. Значит, прежде всего, самыми чувствительными к температуре является орган, который у нас, перепадом температуры, является орган, который почему-то не считает органом. Кровь – это орган. Представьте себе, кровь состоит из клеток, примерно в одном миллилитре крови находится миллиард клеток. Миллиард. Десять девятых клеток. Это орган. И находится чудовищное количество разных белков. Это фактически ткань. Это орган. Так вот, клетки крови, они крайне чувствительны к перепадам температур. А клетки кожи, допустим, вот, поэтому клетки крови, у которых мембраны тонкие, чувствительные ко всяким воздействиям внешним, они первыми, наверное, первыми реагируют на перепады, на разные стрессовые факторы, если говорить о тех клетках, которые находятся внутри организма. Наука и техника. Ну что, друзья, мы продолжаем. Вместе с Юлией Смирновой еженедельная история, которая развивается совместный проект с супергруппой «Чашка Петра» у нас продолжается. Здесь у нас в гостях, я напомню, зав. лаборатория защитных механизмов клетки Института цитологии Российской Академии Наук доктор биологических наук Ирина Гужова и главный научный сотрудник той же лаборатории доктора биологических наук Борис Маргулис. Итак, Юля. Продолжаем разговор о том, как разные клетки реагируют на разные стрессы. Да, так вот, когда мы говорили с Ириной Владимировной, говорили об этих клетках, и когда я перечислял, так, возможно, какие клетки вообще бывают, да, столовые и так далее, я забыл упомянуть одно, что все добрые эффекты, добрые, хорошие эффекты, которые производят, оказывают белки теплового шока, это относится к нормальным клеткам, хорошим, добрым клеткам, которые нужно вылечить, вот о чем расскажет, может быть, позже, Ирина Владимировна, или которые нужно соблюсти в такой чистоте, в такой, дело в том, что вообще вы не представляете, сколько в нашем организме, значит, сколько больных клеток, сколько клеток ежесекундно умирает. В нашем организме порядка 18 триллионов, по-моему, 18 триллионов клеток. Триллионов. Немыслимые совершенно цифры. Мы только из Минфина такие цифры иногда слышим, а здесь это вдруг из-за такой неожиданной отрасли. И так 18 триллионов. Да. Каждая клетка, ну, вот они имеют разные размеры, как вы, наверное, догадываетесь, да? Разную форму. Разную форму, разное поведение, разная, так сказать, устойчивость к стрессам и так далее. Но это, так сказать, это, вот, все равно с ними встречаются, даже несмотря на то, что мы не встречаемся с стрессом, не встречаемся с высокой, повышенной температурой, или там с повышенным или сниженным давлением. Ничего, все равно они испытывают стрессы. Мы что-то съели, как Трайкин говорил, что-то съели, что-то не то, да? И у нас нарушается, хотя бы погибает 3-4 клетки, что может привести, если клетки эти важны, может привести к высвобождению каких-то факторов таких вредных для других клеток, может привести к возникновению заболевания или боли, по меньшей мере боли, да? Вот, в принципе, что такое клетка и что такое действие различных факторов. Мы не убережены, не спасены от полностью, не защищены полностью и от всяких вредных воздействий, да? Вот. Но есть совсем, так сказать, вредное воздействие, которое называется, это тяжелое заболевание, которое относится к группе онкологических заболеваний. Вот. Онкологические заболевания происходят от, опухоль происходит от одной единственной клетки, которая сошла с верного пути. Если клетки, причертить путь клетки возникновения опухоли, то можно сказать, что, представьте, клетки делятся, чтобы дать потом популяцию тех клеток, которые будут замещать у нас, допустим, мышцу. Мы ходим в жим, там, ходим в гимназию, там, в фитнес, там, и так далее. Мы ходим, упражняемся, и у нас регенерируемая ткань, мышечная ткань накапливается в мышцы, да, мышечные клетки, да. Вот. Если в дифференцировке мышечной клетки сначала клетка просто стволовая клетка, потом из нее образуется миобласт, они делятся миобласты, потом из них появляются миотубы, они сливаются. Это не мой вопрос, но нужно говорить отдельно, в отдельном месте. Затем миотубы образуют мышечные волокна, да, они превращаются в мышечный волокн. Если на этом пути, на пути миобластов, когда клетки, которые еще растут, что-то происходит, например, вырываются такие проклятые онкогены, там, мешаются в судьбу клетки, она начинает неудержимо расти, популяция этих клеток. То есть из одной клетки, сошедшей с верного пути дифференцировки, получается много, целые, сначала две, четыре, и так далее, и так далее, они делятся, и наступает, вот, да, рабдомиасаргома называется это опухоль. Но у раковых клеток тоже есть белки теплового шума? У раковых клеток, к сожалению, то есть, к сожалению, да, есть, и их куда больше, потому что раковые клетки, опухоль, клетки опухоли, они живут в условиях постоянного стресса. Дело в том, что они умирают, они близко друг к другу живут, опухоль, понятно, да, вот, они, поэтому они должны сопротивляться этим стрессом. Восвобождение свободных радикалов, вот, то самое, то самое, тот самый окислительный стресс, который является нашим врагом, по выражению академика Скулачева, это враг человечества номер один, он, это инициатор старости нашего, так сказать, вот, всей нашей старости. Ну, в общем, имеет право к существованию. Он, да, эта теория имеет право к существованию, вот, это один из главных стрессов. Так вот, этот стрессовый фактор, он характерен и для опухоли, и они должны сопротивляться, поэтому они спокойненько синтезируют в себе систему защиты в виде тех самых белков теплового шока, и что, и с этим нужно как-то бороться. Вот наша лаборатория сейчас вот начинала эти исследования, как бороться. И уже что-то понятно становится? Вообще понятно, что вот если, то есть опухолевая клетка, она защищена, как Борис Анатольевич сказал, от всякого рода стрессов, и в том числе от действия противоопухолевых препаратов, вот тех самых, которые направлены на то, чтобы убить опухолевые клетки или остановить их размножение, да, то есть специфически. Но получается так, что опухоль защищена, а организм нет, и поэтому вот все эти тяжелые побочные эффекты страдают нормальные ткани организма, а опухоль, в общем-то, страдает в последнюю очередь. Но вот и для того, чтобы сделать вот эту как бы стандартную классическую противоопухолевую терапию более эффективной, имеет смысл понижать уровень белков теплового шока в этих опухолевых клетках. И, в принципе, существует... Вот сейчас наша лаборатория, она весь прошлый год проводила скрининг веществ, которые состоят из малых молекул, которые бы могли влиять на либо на уровень синтеза этого белка, либо на его функцию шаперонную. Ну, вот сейчас в результате этого синтеза мы получили некоторое количество потенциальных препаратов, которые мы исследуем пока еще в клеточных и в животных моделях. Ну, и получается так, что вот если применить этот препарат, вот эти малые молекулы, да, которые показали свою активность, а потом подействовать на клетки, опухолевые клетки, противоопухолевым препаратом, вот таким, как петопозит, например, или как адриамицин, по-моему, это даже коммерческие названия этих препаратов, то уровень гибели повышается значительно, да, то есть и это работает и как на клетках, и на мышках, и на крысах, да, вот, то есть мы исследовали на модели меланомы, это очень злокачественные опухоли, и многие люди страдают от нее, и другая злокачественная опухоль, это глиома, который в мозгу формируется, то есть это как бы, ну, фатальные опухоли, да, ну, вот и работает очень хорошо, то есть и мышки живут гораздо длиннее, дольше, и опухоль практически не растет, да, останавливается, то есть это очень хорошее такое. А до людей это в каком-то обозримом будущем не может дойти? Это длинная история, но вы же знаете, да, как вот это все проходит, то есть от лабораторной, от лабораторной скамьи до клиники, ну, я думаю, в самом-самом таком оптимистическом прогнозе лет 8-10. Лет 8-10, и это при регулярном финансировании, естественно. Да, при регулярном финансировании, но вот как бы с финансированием у нас тоже есть некоторые проблемы. Нет, можно я закончу про финансирование, да? То есть в 2014 году, в конце 2014 года наш институт получил хороший, то есть такой очень весовый грант от Российского научного фонда на развитие института. И, в общем-то, как бы это хорошая новость, если бы не было плохой, как обязательство к этому гранту, то есть для того, чтобы он продолжался, мы обязаны обеспечивать 25% суммы этого гранта, она достаточно огромная, софинансирование, которое к нам должно прийти в виде донаций, ну, то есть пожертвований от кого-нибудь. Ну, как от кого-нибудь? Тут, очевидно, нужно объяснять тем, кто хочет жить вечно, у кого есть много денег, что им нужно идти к вам. Ну, вот, я бы хотела обратиться к тем людям, которые хотят жить вечно. А мы пришли к вам. Вот сделайте это. Вот у нас уникальная возможность позвать всех этих уважаемых, заслуженных и так далее. Может, не 8-10 лет, может быть, и побыстрее. Сколько вы им можете предложить лет, через сколько лет, если они вам принесут сколько денег. Сейчас, теперь я не могу. Ну, пожалуйста, пусть Борис Анатольевич за это отвечает. Понимаете, фармакологическая цепочка, она занимает следующее. Вот открытие данного конкретного препарата и демонстрации его отсутствия побочных, ну, или минимума побочных эффектов, это вопрос открытия, это занимает 3-4 года обычно лабораторных работ. Дальше это вещество передается на доклинические испытания. В России одна и та же система существует и в России, и в других странах, в самых развитых странах. Доклинические испытания проводятся на разных видах животных, вот, включают в себя острое, испытания на острую токсичность и хроническую токсичность, да, то есть на, вот, и, кроме того, включают в себя вот лечебный терапевтический эффект, да, подтверждение терапевтического эффекта на разных видах животных, да, там, плыть до собак, так далее, до обезьян, если есть вот такая возможность. Некоторые корпорации выставляют, некоторые страны выставляют такую обязательство, чтобы было на приматах последняя фаза. Доклинические испытания проводятся в течение трех лет, ну, вот. Затем наступает, если все успешно, если есть финансирование, значит, доклинические испытания в нашей стране даются гранты, есть такая программа Фарма-2020, дается грант в размере примерно полмиллиона, где-то так, полмиллиона, немножко больше долларов. сумма такая. это же меньше было, что-то. Ну, не важно. Вот. И затем, если у вас есть достаточное количество денег, или если вы получили хороший грант, то вы получаете возможность, и получили разрешение Минздрава, вы имеете возможность, получили хорошего партнера, который может провести все испытания, все испытания первой фазы, клинические испытания, вы проводите сначала клинические испытания первой фазы. Это включает испытания фактически на волонтерах нежелательных эффектов. Просто не помирает ли люди вот от этого. Это первая группа испытаний, первая фаза. Вы волонтеров сейчас только что всех распугали, реплика, не помирают ли люди от этого. Ну, не испытывают ли каких-то нежелательных явлений. Давайте на этом сойдемся. А то ведь те, кому действительно нужно лекарство от смерти, не дождутся его. Волонтеры не придут, испугавшись. Продолжайте, я вас перебил. Я прошу, ну, извините. Не примите эти слова за... Я по времени. На второй фазе там определение, выявление нежелательных побочных там реакций и так далее. На третьей фазе и четвертая фаза это самые главные, так сказать, самые главные в клинических испытаниях. Если лекарство доходит до этих фаз, то там финансирование возрастает. И там вообще все, все дозы, форма применения и активная форма, сколько там должно быть. Это настоящая фармакология. Поэтому, смотрите, ученые, ученые, мы здесь занимаем всего в этой цепи, мы занимаем всего 3-4 года. Все. Мы начальный этап, а дальше все деньги, все финансирование переходят в совсем другие руки. Работа идет с прошлого года. Я суммирую, вы сказали, в прошлом году вы приступили. 3-4. Соответственно, что это у нас 20-й год. Можем так говорить? Какие-то выводы? Мы готовы будем передать отдельные препараты на доклинику. Главное, чтобы были люди заинтересованные в том, что это очень важно. Потому что у нас наука, она очень как-то отделена от общества. И, казалось бы, в результате всех наших экспериментов, наших игр с природой, у нас получаются очень интересные иногда результаты, которые действительно можно было бы материализовать лекарства, какую-то технологию или что-то. Но не мы можем это делать. Мы не умеем этого делать. Даже когда мы приходим к потенциальным инвесторам, они говорят, какая у вас интересная наука, но вы ничего не понимаете в коммерции. В конце концов, каждый должен заниматься своим делом. Мы правда не понимаем в коммерции. Когда они нам рассказывают, как это все должно быть, мы смотрим на них большими глазами и говорим спасибо большое за образование. Мы даже не представляли, что это так. Потому что мне кажется, что каждый человек должен заниматься своим делом. Но надо встретить таких людей, которые были бы готовы осуществить передаточное звено от лабораторной скамьи к людям, которые уже могут производить фармпрепараты. А их нет. Эта цепочка отсутствует в России. Поэтому мы пытаемся... Кроме того, что белки теплового шока могут помочь нам в борьбе с онкологическими заболеваниями, где еще? Из перспективы. Давайте заинтересуем. Я бы продолжила про онкологию. Вот эта ситуация продвинута еще более далеко. То есть, когда мы изучали вот эти белки, мы изучали со всех сторон, мы узнали одну такую интересную вещь, что этот белок, БТШ-70, он называется, это белок теплового шока 70 кг, если совсем по-научному, он способен выходить из клетки. и это естественный физиологический процесс. И он действительно выходит из наших клеток в результате легких стрессов и помогает нам пережить последующие стрессы. И оказалось, что в опухолевой клетке это тоже работает. И есть очень много стимулов, которые могли бы выгонять этот белок, вот БТШ-70, либо на поверхности опухоли, либо в микроокружение. И это событие, оно приводит к тому, что активируются клетки иммунной системы. То есть тот белок, который присел на поверхности, активирует клетки врожденного иммунитета. Эти клетки называются натуральные киллеры. Там картинка вот у меня есть, она самая сложная. Сейчас, секунду. А тот белок, который уже вышел из самих клеток, он может нести на себе эпиптид, то есть он же шаперон, он же в этот момент шаперонил, то есть как бы был связан с другими белками. И какой-то стимул, который заставил его выйти в микроокружение, ведет к тому, что он выходит не сам по себе, а вместе с какими-то пептидами. И среди этих пептидов могут быть специфические для опухоли, которые в другой ситуации иммунная система не узнает. И в таком виде он передает этот антиген, он становится уже антигеном, то есть понятным для опухоли, для иммунной системы молекулы, антиген презентирующим клеткам, и начинается процесс уже активации, адаптивного иммунитета, активируется Т-клеточный иммунитет, Б-клеточный иммунитет. И, в принципе, ситуация получается такая, что замедляется рост опухоли, и опять же продолжительность жизни увеличивается. Давайте попробуем, Марина Владимировна, глядя в картинку, попытаться объяснить, как это все работает. Вот сориентируйте, куда мы смотрим сначала. Вот сначала мы смотрим на опухолевую клетку, это мы смотрим наверх. Наверх. Это темная фиолетовая клетка, это опухолевая клетка, злая опухолевая клетка. Мы применяем к ней некий стимул. В данном случае это экзокенный БТШ-70, который является самым лучшим таким выталкивателем собственного БТШ-70, из клетки вот этого, которого возбуждают все ответы. Замещает. То есть он его как бы замещает. И это самый лучший стимул. Заместитель в картинке у нас кто? Вот заместитель красненький. Две красненькие. Они заходят в клетку и выталкивают зелененькие молекулы. Зелененькие молекулы это собственный шаперон клетки. И вот посмотрите, он рассаживается на поверхности совсем наверху и привлекает клетки иммунной системы из линии врожденного иммунитета это НК клетки. А другая часть молекул выходит вовнутрь. И вот та вот разлапистая клетка это клетка иммунной системы. Макрофаг, антигенопрезентирующая клетка, которая способна восприняв белок с антигеном опухолевым провести через специальную систему в своей клетке и выставить его на поверхность для узнавания Т-клетками организма. Это Т-лимфоциты те клетки, которые у нас убивают все на свете. Это тоже убийцы. Это клетки убийцы, но уже специфические убийцы. Они убивают специфические опухолевые клетки. Вот. То есть мы перешли к тому, что ради чего все это было. И возникает специфический противоопухолевый иммунитет. Вот. И это очень важно. То есть мы стоим на пороге победы над онкологией? Фактически. Это не будет победа над онкологией, но это средство, оно может очень сильно улучшить ситуацию. Что мы сотворили? Одевантной терапии, да, вот, в помощь. А во-вторых, она сильно улучшает качество жизни пациента, потому что здесь нет побочных явлений. Этот белок, от которого люди чувствуют себя очень хорошо, он обладает наотропным эффектом, они еще и соображать лучше начинают. Жизнерадостно сказали вы. Вот. То есть как бы вещь-то хорошая. И еще до того, как закон запретил нам применять в клинике, а вообще как бы вот очень много пациентов на четвертой стадии рака, они, ну как бы, они имеют право получать вообще все на свете, да. В том числе вот такие препараты экспериментальные. Да, да, это не стандарты, которые не прошли государственной регистрации. Вот. И тогда, когда еще это не было запрещено законом, мы пошли в клинику, это в Полиновском институте, и там был проведен экспериментальная группа, была введена вот с клетками головного мозга, с опухолями головного мозга. Там после операции, после удаления хирургической операции вот этой опухоли вводили в ложе операционное белок теплового шока. И ситуация была совершенно волшебная, да. То есть из... Ну как, у нас очень трудно отследить этих детей, потому что у нас нет этой системы. Но было 12 детей, за 8-ю как бы можно проследить. 8 человек точно живы. А сколько лет назад это было? Это было в 2011 году. То есть 5 лет, это считается тот срок, когда если нет... Нет, считается тот срок. Золотое сечение, это дети живут, люди живут... 15 месяцев. После операции золотое сечение 15 месяцев всего. Вот здесь 5 лет. А здесь 5 лет. Да, что если нет никаких симптомов рака, то человек считается вылеченным. Ну, пока да. Ну вот, да. То есть у нас нет такой точной информации, но мы действительно как бы... Это работает реально. По меньшей мере. А это здорово. И нам удалось как бы начать эту государственную регистрацию. Мы прошли доклинические испытания, стадии доклинических испытаний вместе с институтом особо чистых биопрепаратов. Ну вот сейчас дело застопорилось, потому что надо раздобыть деньги на клинические испытания. Вот там тоже сейчас очень сложные всякие финансовые проблемы. Там тоже нужно 25 продемонстрировать. Там даже не 25, по-моему, надо половину на половину принести средства государственного. Издивительное дело. Вне бюджета. Мне кажется, что действительно людей, которые готовы вкладываться в это, много. И проблема актуальнейшая. Хотелось бы с ними встретиться. Далеко не самые плохие вложения должны быть. Надо заметить. Но и цель надо заметить такая, что потом можно найти. Звонят нам после появления этих работ. Правда, работы в основном были опубликованы. Наши вот эти работы, посвященные вот этим как раз методам, опубликованы в западные, конечно, международные журналы, поскольку это высший, более высший импакт-фактор. Ну, поскольку их читают. Их читают. Ну вот. Но звонят даже и русские, и звонят, ну, пожалуйста. Больные звонят очень часто. Дайте нам вот этот белок, БТШ-70, для вот нашей там больной с АБС, это миотрофический и боковой сквироз. Что? Как вы реагируете? Ну, когда как реагируем? То есть у нас же есть доктор, да? Реагирует нельзя. То есть, ну да, нельзя. Реагирует нельзя. Госрегистрация. Номер госрегистрации, пожалуйста. Хотя бы на активное, на активное вещество. С одной стороны, конечно, хорошо, что пациенты становятся информированными и следят за научными публикациями и находят вас. Да. Но с другой стороны, хотелось бы, чтобы такой же интерес, конечно, проявляли люди, которые могут и должны. Они в тисках несчастья, они находят сайты, там, институт, они находят по ключевым словам, там, по каким-то, и находят институт. Сначала институт, что там проводятся такие работы, по ключевым словам, это в системах поиска, и потом уже звонят нам. У нас остается совсем мало времени. Вот, Ирина Владимировна, вы начали говорить о том, что люди, которые принимают эти препараты, они сейчас становятся лучше соображать. Ну, да, вот, с чего мы, собственно, начали? Мы же начали, что как бы, с того, что белки должны быть в хорошем состоянии. Когда мы стареем, или если вдруг у нас есть какая-нибудь нехорошая мутация, то к тому времени, когда уровень белков теплового шока в организме падает, а это происходит где-то в районе 40 лет, это естественный процесс, начинают формироваться нейродегенеративные заболевания, болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, болезнь Хантингтона, боковой амиотропический склероз, и это происходит от того, что там нарушается гомеостаз клеточных белков, образуются белковые агрегаты. Когда образуются белковые агрегаты, клетка жить не может. То есть эти агрегаты настолько большие, что клетка погибает, а клетка – это нейрон. И разрушается цепочка, патология распространяется, возникает это все в определенных структурах главного мозга, древнего мозга, но затем процесс распространяется на кору главного мозга, и в результате в общем-то 10-15 лет и человек неминуемо гибнет. Так вот, эти клетки нейронные, они отличаются от других клеток организма тем, что, во-первых, они практически не обновляются в течение жизни, и уровень белков теплового шока у них очень-очень низкий, потому что это эгоистичные клетки, и все, что им нужно, они будут получать от соседних клеток. Ну, так вот, в общем, я хочу сказать, что сам белок, препарат белка теплового шока, он достаточно эффективен в этих моделях, в мышинных моделях и в клеточных моделях, то есть получается так, что агрегаты не образуются, клетки выживают. Вот примерно так, если говорить грубо и просто. Ну, резюмируя, можно сказать, что тогда после 40 лет нам особенно важно получать какой-то легкий стресс для того, чтобы синтезировать свой внутренний... Не надо бояться легкого стресса, легкий стресс называется гармезис, и это очень хорошо для последующих тяжелых испытаний, которые могут упасть на организм. То есть мы защищены. Так что убежим от инфаркта, убежим от Альцгеймера. Правильно. Правильно. Да. И физкультура очень полезна. Спасибо большое. Мы говорим я все время путаю, когда вы приходите по очереди. Юлия Смирнова провела этот литер, я справился, ура. У нас сегодня в гостях были заведующие лаборатории защитных механизмов клетки института цитологии Российской Академии Наук, доктор биологических наук Ирина Владимировна Гужова и главный научный сотрудник той же лаборатории, доктор биологических наук Борис Александрович Маргулис. Спасибо вам большое. Пусть у вас все получится и те, кому надо вас услышать, вас услышат, придут и помогут. Спасибо. Спасибо большое.